Всем добрый день! И сегодня мое видео будет посвящено тому, как же правильно выбрать плойку для волос. Это видео я решила сделать в преддверии 8 марта, так как на 8 марта многие выбирают подарки своим девушкам, подружкам, женщинам и так далее. И сегодня я решила сделать такое видео помощь для тех, кто решит сделать в подарок плойку. Сейчас разные магазины предлагают нам разные плойки абсолютно разной направленности. Есть плойки с зажимами, вот такие как у меня, например, вот такая плойка, которую я заказывала на ebay. Есть плойки конусные, которые вот этого зажима не имеют. Есть плойки, которые вращаются. И есть целые наборы, которые сочетают в себе множество диаметров, плойок. Так вот, для того, чтобы сделать правильный выбор, для начала вам нужно знать, какие у вас волосы и какого эффекта вы хотите добиться с помощью плойки, если выбираете для себя. Если выбираете для кого-то другого, то нужно бы тоже, конечно, знать эти параметры, чтобы будут годить человеку по максимуму. Ну, например, если у вас волосы длинные, тогда идеально подойдет для эффекта крупных локонов диаметр 38 мм, можно даже побольше взять. Либо вот такой диаметр, здесь, наверное, миллиметров 35 у меня идет. Вот даже для моей длины, в принципе, вот такая вот плойка будет очень даже хороша. Если вы будете на короткие волосы брать крупный диаметр плойки, то у вас не получится крупного локона длинного. У вас получится своеобразная полуволна. То есть, будет под вид в основном просто кончик немножко. Если, конечно, вам этот эффект нравится и вы того самого и добиваетесь, то, в принципе, хорошо, дело ваше. Вот, но если вы хотите действительно, как эффект голливудских локонов, вот как сейчас модно делать, да, чтобы крупная прядь шла на длинные волосы, такого у вас не получится. Просто не хватает длины волос. Вот и все. Если же вы, к примеру, обладатель тоже вот такой длины, как у меня, либо покороче волосы, и хотите сделать более такую пышную мелкую прическу, то вам подойдет плойка 25 мм, и также можно взять еще белый, еще более мелкий диаметр, это будет 19 мм. Тогда у вас вообще будут такие мелкие-мелкие локоны, но это тоже своеобразно, тоже очень красиво смотрится. Такой диаметр плойки как раз очень удобно использовать на длине, к примеру, до плеч волос, либо чуть-чуть выше плеч. Далее, после того, как мы определились уже с диаметром, нам нужно знать, опять же, поврежденные волосы или не поврежденные у нас. То есть, для поврежденных волос, конечно, лучше выбирать плойку, которая с керамическим покрытием идет, и также у которой есть регулировка температуры. Это позволит, во-первых, керамическое покрытие, оно более гладкое, более скользкое. Оно позволяет как раз-таки меньше повреждать волосы именно за счет того, что оно скользкое. Регулировка температуры помогает отрегулировать на толщину волоса и на степень повреждения волос оптимальную температуру, чтобы не травмировать лишний раз сильно волосы. Сейчас будут у меня вот здесь вот видео, которое вы можете смотреть, как примеры разных плойочек. Вот, к примеру, у меня сейчас здесь показываются две плойки по 38 мм. В данном случае это у меня Babyliss и Remington. Могу сказать, что оба диаметром 38 мм. Покрытие у обоих керамика идет, но если брать Babyliss, там более тонкое напыление керамики. Вот, но так как волосы, они в принципе мягкие, я не думаю, что мне эту керамику как-то могут истереть. В то же время у Remington керамика более плотный слой имеет. Для того, чтобы вы понимали, керамика это просто керамическое покрытие плойки. Основание самой плойки идет просто металл. У Babyliss, если сравнивать с моделью Remington, которая рядом здесь показывается, вот этот зажим, он все-таки лучше будет. И, соответственно, он лучше зажимает волосы и прядь волос не выскальзывает из зажима. Что касаемо регулировки температуры, то у того и у другого прибора регулировка температуры имеется. У Remington это просто колесико. Но фишка в том, что да, вы его вращаете повыше, пониже температура. Так как нет никакого индикатора, никаких цифр, которые бы вам показывали, какую температуру вы хотите выставить, это существенный минус, на мой взгляд. Потому что вы, собственно, крутите, но не знаете, на какую температуру вы выставили. Как бы так, ориентируйтесь на ощупь. Что касаемо Babyliss, то у них есть пронумерованные цифры на колечке, где регулироваться температура. И на каждую цифру в инструкции написана температура. Соответственно, вы уже изучив инструкцию, будете знать, какую температуру вы ставите себе на ваши плойки. Далее, если рассмотреть плойки диаметром 25 мм, в данном случае у меня принимают участие в моем видео. Это плойка Polaris, это плойка Babyliss и также конусы. Но для начала просто посмотрим Polaris и Babyliss. Могу сказать точно, что покрытие однозначно у Polaris более плотное, керамика более гладкая. И, ну, на мой взгляд, покрытие более удачное. В то же время у Babyliss, в отличие от Polaris, регулируется температура. Опять же, этим же самым колечком вы можете выставить ту температуру, которая для вас будет оптимальна. У Polaris температура не регулируется, она уже заданная. Если касаться конусных плойок, то, на мой взгляд, это самые актуальные на данный момент времени плойки. Самые удобные, самые быстрые. И такой плойкой можно всю голову залить буквально за 10-15 минут. То есть, она существенно экономит ваше время. Это Remington и это Philips. Я однозначно за Remington, потому что у него очень гладкое покрытие. Там идет покрытие керамика-шелк. Насчет того, что шелк работает, не работает, конечно же, это все маркетинговый ход. Мне нравится это покрытие тем, что после того, как вы накрутили прядь, вам достаточно просто подтянуть прядь вниз, и она сама у вас соскальзывает с самого конуса. То есть, вам, в принципе, не нужно прилагать каких-то усилий. И прядка получается ровненько. И что касаемо, к примеру, Philips в этом плане, у них, конечно, продумано для длинных волос специальное такое бархатное покрытие, которое позволяет не соскальзывать волосам, если они у вас длинные с волос. И, соответственно, снимать с него уже нужно будет вот самыми вот такими движениями обратными, раскручивающими эту прядку. Регулировка температуры есть у обоих, то есть и у Remington и у Philips. То есть, в этом плане они оба не обделены. Ну вот, и я бы, ну, лично я бы себе взяла бы лучше Remington, если вот эти вот две модели именно рассматривать. Ну, сейчас существует еще множество других конусов, разных других фирм. Также об ловечках, которые сами помогают завивать нам наши волосы. Вот в данном случае вот этот экземпляр, это фирма Polaris, есть такие же фирмы Rave, есть наверняка еще и у других фирм. В общем, фишка в том, что когда вы нажимаете включение, вы можете выбрать поворот вправо или влево, и ваша плойка начинает как бы крутиться. Благодаря этому вам самой ничего не нужно делать, она вроде как накручивает прядь сама. Но минус в том, что во время того, когда она у вас крутится, у вас же здесь зажим идет. И нужно так устроить этот прибор на своей голове, чтобы вот этим вот зажимом он у вас не запутал остальные ваши волосы. То есть, если вы прижмете где-то близко к голове, то вполне вероятно, что этот прибор, закручивая волосы, вам вот рычажком начнут другие ваши волосы все перемешивать и закручивать вокруг себя. У меня тут специальная шпаргалка, чтобы ничего не забыть и обо всем сказать. Следующее, о чем хочу поговорить, это как раз таки наборы. Вы их можете увидеть вот здесь вот у меня. У меня также есть такой же набор от Raventa, но он более старый уже, покупала я его очень давно. Тот набор, который показывается здесь сейчас в уголке, это уже более современный новый набор. У него уже и покрытие керамика, кстати, у Raventa сейчас очень покрытие хорошее делается. Раньше покрытие было, как у моих приборов, вот такое, просто без покрытия обычный металлический прибор. Сейчас таких приборов практически уже нигде не найти, потому что любые завивалки, плойки для волос, выпрямители, они сейчас все идут вроде как с керамикой, с термалином и прочими покрытиями. Сейчас прибор, который не содержит в себе никаких покрытиев, его еще нужно поискать, это уже редкость. Так что можете не спрашивать консультантов, когда вы приходите в магазин, дайте мне прибор с керамическим покрытием. Они там все сейчас с керамическим, просто разного цвета, разного вида. В чем удобство? То, что в них идет много разных насадок. Про этот набор, кстати, я вам рассказывала, делаю вам видео летом, если захотите, у меня есть, я ссылочку оставлю внизу, можете посмотреть обзор на этот набор. Раз, два, три, четыре. Четыре насадки, все разного диаметра. Вот это 38 миллиметров. Это я не знаю сколько миллиметров, она просто такая плоская насадка, имеет зажим вот такой, подходит только для длинных волос, потому что зажим очень короткий, и короткие волосы, ну нет смысла заливать на вот эту пловечку. Далее идет вот такая насадка с коротким зажимом, но также подходит в основном для длинных волос. Здесь специальная пружинка, которую сейчас уже не делают в современных наборах, она позволяет делать структурированные более пряди. Кстати, вместо этой пружинки сейчас идут просто пластиковая насадка, которая вроде как структурирует прядь. Вот, ну и вот такая вот насадка стандартная, я ее очень часто в свое время пользовалась, это на 19 или на 18 миллиметров, подходит для любой длины волос, потому что зажим уже сам по себе длинный. Идет основание вот такое, и в него вы можете уже вставлять ту насадку, которую вы хотите воспользоваться в данный момент. Вот вы ее, опа, закрыли, и можете уже брать и завивать себе волосы. Вот, ну, разница у этих наборов только в том, что разное покрытие, хотя каждая фирма создает именно свое покрытие, называет его своим именем, свой цвет дает этому покрытию. И вроде как кажется, что покрытие разное, хотя на самом деле функционал у них у всех один и тот же. Вот, но насадки в комплекте, да, действительно разные. Могу сказать, что в таких наборах, как правило, не меняется температура у самого прибора. К примеру, у меня на моей Равенте всего лишь один температурный режим. По-моему, он идет на 180 градусов. Кому-то, может быть, подойдет, кому-то, может быть, не подойдет. Кто-то хочет, может быть, поменьше, а кто-то хочет, наоборот, побольше. Нужно смотреть, опять же, индивидуально. На Филипсе такой регулировки температуры тоже нет. Есть регулировка температуры на Ремингтоне, на набор Ремингтон. Там, да, есть регулировка. По поводу мифов. Какие же есть мифы все-таки, да, по поводу керамического покрытия? Часто люди путают. Думаю о том, что покрытие, если покрытие у плойки есть, керамика, то, значит, оно защищает от температуры. И многие люди приходят и покупают плойку с керамикой именно с той целью, чтобы она не пересушивала волосы. Девочки, нужно точно осознавать, что пересушивают волосы не покрытие. Пересушивают волосы температура сама по себе, у плойки. Потому что возьмем две сковороды, да, на, скажем, обычную алюминиевую сковородку, или металлическую, и сковородку с тефалевым покрытием, стефлоновым. На то и на другое вы сможете поджарить яичницу, правда же? На то и на другое могут пригореть котлеты. Тут то же самое. Покрытие оно от температуры никак не избавляет. Прибор нагревается точно так же. Покрытие дает гладкость прибору. Вот эта же керамика, да, и благодаря этому волосы лучше скользят, меньше повреждаются. Если вы хотите, чтобы плойка не пересушивала волосы, то не покупайте плойку вообще, потому что таких плойок не бывает. Любой прибор, который нагревается выше 45 градусов, он портит наши волосы, потому что волосы это белок, и, соответственно, любая температура их все равно портит. Это нужно отчетливо понимать. Еще один миф, касаемый по меру разности покрытий. Есть разные покрытия. Керамическое, турмалиновое, жадеидовое покрытие, керамика, шелковое покрытие. Это все, естественно, маркетинговый ход для того, чтобы продать данную продукцию. Вы должны это точно понимать. Потому что, бывает, люди не понимают этого, они думают, ага, если в покрытии написано здесь содержится кератин, значит, ну, на коробках уже красиво написано, кератиновое покрытие. Оно внедряется в ваши волосы, когда вы используете там завивалку, либо утюжок, и оно оживляет ваши волосы, делает их более блестящими. Понятное дело, что волосы будут блестящими, потому что чешуйки волосы не приглаживаются. Любую плойку, даже взять вот эту, вот у меня без покрытия, просто здесь вот такой цвет идет, просто металл. Либо взять вот такую плойку вообще без покрытия. Любая из них, она приглаживает чешуйки волосы, и благодаря тому, что высокая температура, она как бы выглаживает волосы, естественно, он более блестящий становится. Но на коробочках так все обычно красиво пишут, что многие люди реально думают, что вот это вот покрытие жадеидовое из какого-то там драгоценного камня, оно там прям работает и как бы, и даже избавляет от статического электричества, к примеру, трумалин, потому что оно выделяет отрицательные ионы и прочее. Слушайте, столько всего можно оболтать, и почему-то все люди так вот и верят охотно. Я, конечно, понимаю, что покупая прибор, скажем, с покрытием кератина за 4 тысячи, вы явно хотите верить в то, что он будет делать все то, что заявлено на коробке. Я надеюсь, что моем видео кому-то помогло из вас, и что вы для себя что-то уяснили, какие-то для себя правила выбора плойки вы выбрали. Вот спасибо всем за просмотр, надеюсь, я была вам полезна. Ставьте мне лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и до следующего видео. Всем пока!